всем привет пишу этот отзыв и благодарность спустя два курса мы посещали центр коррекции зрения наталья ринской сына ему 7 лет он должен пойти в школу но весной я обнаружила то что у него косит глаз довольно сильно хотя мы ходим в очках обнаружила я это так потому что очки мы не носили он как раз болел и я увидела это явно сказать что это был шок это ничего не сказать мы начали смотреть уже определили что да действительно у него есть косоглазие я пошла в центр коммерческий очень крупный где мы проходили все обслуживание у нас уже были прописаны очки нам сказали да у вас пошло косоглазие нужно посещать кабинет охраны зрения мы ходили туда один курс это компьютерные программы ничего не сработало не помогло и вот в тот момент я начала читать в интернете и очень многие люди писали что эти компьютерные программы практически не корректируют ничего нужно делать операцию я зашла в youtube я зашла на форуме и вот так я нашла видео наталья ринской мне все это понравилось я увидела что это совершенно другой подход но я не особо верила мы ждали очередь на проверку я считала не как это будет нам подтвердили косоглазие и мы начали ходить на курс мы занимались два месяца без перерывов конечно иногда это было два курса шесть месяцев иногда были перерывы но тем не менее мы приложили большие усилия сын полностью ходил бачка здесь нам еще скорректировали коррекцию постоянно мониторили это очень важно вот и спустя всего два курса то есть это полгода все нас отпускает домой с большими резервами с надеждой что это больше этот ужас никогда не вернется результат когда глаз встал на место но остались внутренние показатели которые может увидеть только специалист это случилось уже через полтора месяца и я выдохнула поняла что это работает и мы уже просто продолжили рутинно заниматься понимая что каждый раз у нас есть результат еще лучше еще лучше еще лучше пока мы не дошли до идеала за два курса огромная благодарность специалистам за теплые отношения мы теперь будем только к вам ходить и хочу сказать что это единственная клиника в россии возможно в снг которая это делает ну то есть это уникально это невероятно здравствуйте меня зовут анастасия я попала в эту клинику не сразу сначала когда у меня возникла диплопия то есть двоение и конечно перепугалась пошла просто к обычному окулисту вот они сказали ну терпите и все потом я пошла значит платные клиники которые были поблизости от дома известные сетевые большие клиники вот там они предлагали заниматься но это были совершенно не те занятия которые помогали то есть я ходила все выполнял все задания там и так далее вот естественно это все платно в итоге результаты но ну то есть 0 по итогу я естественно не успокоилась на этом потому что с диплопией жить это ужас кого есть на те те меня понимают вот я помню что все надо что-то делать я дальше давай копать интернет так я попала на youtube и слава богу там было видео где как раз вот пациент клиники говорил о том что вот такая проблема тоже случилось я сразу же бегом бегом записываться вот ждала долгой записи дождалась слава богу попала на прием тут же на приеме меня подобрали поставили там все все это очень качественно быстро я не знаю тут как с технологии просто космические я такого такой очень впервые встречаю хотя было в разных платных клиниках не самый дешевых вот и тут конечно специалисты просто высочайшим класса вот я значит мне подобрали тут же очки я просто была поражена потому что у меня просто стало обычное хорошее зрение я увидела мир это без всякого вдвоения просто обалдела нет будет все конечно вот мне предложили занятия вернее даже так я сама сказал что я буду заниматься напросилась в эти занятия вот это конечно нужно приезжать я приезжаю два раза в неделю и после первого курса у меня с призму 9 снизилась до 7 и потом очень очень быстро вот 7 до 0 практически у меня буквально за наверное еще там за недели три занятий сейчас сейчас я нахожу езжу за рулем там живу в обычной жизни либо линзы но я ходила крайне редко но могу себе даже линзы позволить либо я вот сейчас в очках очки у меня сейчас обычные очки с диоктриями вот у меня абсолютно обычная нормальная жизнь огромное спасибо специалистам клиники спасибо наталье вадимовне за то что она создала эту клинику и надо их с этих клиник я уже говорил создавать больше и больше потому что люди нуждаются в этом лечении и аналогов этой клинике поверьте я просто ну излазил весь интернет и в том числе лично приезжала по телефону говорила с другими клиниками такой клиники нет потому что просто нет тех пособий которые здесь есть нет тех аппаратов которые здесь есть нет людей которые здесь есть это реально уникальная клиника это сто процентов потому что ну я излазил интернет поверьте мне даже больших больших клиниках такого нет к сожалению а люди в этом нуждаются то есть если у вас есть диплопия и проблемы с двоением не тратьте свое время не ходите по всяким рядом с домом или где-то в вашем городе потому что они вам предложат занятия но это будет абсолютно не те занятия которые вам нужно поверьте я это прошла я платила деньги я тратила время я ходила а результат был ноль потому что я занималась без призм так делать оказывается нельзя в общем не тратьте свое время приходите сюда потому что действительно здесь и только здесь помогают с диплопии с двоением и реально помогает то есть если раньше одну позанимаясь наверное у меня там как бы опять будет как у меня жопа был до занятий в других другом месте нет результат держится я могу сказать что я хожу в обычных очках либо в линзах и все отлично жизнь прекрасна и всем рекомендую действительно эту клинику а меня зовут райана меня беспокоило зрение от зрения и двоение я обратилась центр коллекции зрения в феврале двадцать третьего года мне подобрали очки я вижу хорошо и лечение не назначили лечение я прошла два курса теперь и теперь меня двоение не беспокоит и теперь все хорошо я хочу сказать спасибо добрый день я криги гульнар сабировна врач офтальмолог кандидат медицинских наук аккредитомный оптометрист я преподаю в колледже оптометрию и я оказалась в такой ситуации знаете как сапожник без сапог то есть я знаю как нужно подбирать но мне самой когда понадобились очки мне некому было подобрать но на мое счастье есть такой мастер замечательный это ринская наталья вадимовна она магистр оптометрии она подобрала мне прекрасную коррекцию и я теперь нахожусь вот в новых очках прогрессивных очках которых я прекрасно вижу и вдаль и на среднем расстоянии и вблизи спасибо наталья вадимовна за то что подобрали мне такие прекрасные очки которых я теперь все отлично вижу спасибо вам кулинар сабировна за доверие я очень рада что мне удалось помочь вам что вы теперь можете видеть все и радоваться жизни с наступающим новым годом счастья любви здоровья хорошего качественного зрения из хороших специалистов спасибо огромное и вас также с наступающим новым годом и приходите проверить свое зрение подобрать прекрасную коррекцию в центр оптометрии наталья линской спасибо ciao sono giuseppe sono italiano и vivo vicino milano то я хочу рассказать людям я хочу рассказать на мою историю в центре, в центре, в школе Die Наталья Линской а Мошка в центре, то есть в центре, в сомерной войне несколько и на моей necesсти в центре, в потому что ценности в центре, в центре в центре я мог его купить аюди Добрый день, меня зовут Ирина, у меня 42 года, в прошлом году я начал замечать, что у меня начинает достаточно сильно косить левый глаз в сторону носа. И я после появления этой проблемы обратился в один известный центр в Москве по хирургии глаза, и мне порекомендовали, прошло обследование, и мне порекомендовали сделать операцию. Я, честно говоря, не захотел вылезть в глаза и подумал, что может быть все-таки имеет смысл консервативным способом полечиться. Начал искать разную информацию, в частности на ютубе. Вбил интересующий меня вопрос и попал на Наталью Вадимовну Ринскую, клиника Риноптика. Нашел видео, под видео оставил комментарий, Наталья Вадимовна мне ответила. Ну и, собственно, я заинтересовался и решил обратиться в Риноптику. В октябре 2022 года я прошел обследование в Риноптике, и мне назначили призму 13, то есть на каждом глазу по 6,5. Вот. И после этого начал я проходить занятия. Взял первый курс, и по окончании первого курса, который длится 3 месяца, призма уменьшилась с 13 до 7. Мы решили, что на достигнутом лучше не останавливаться, поскольку резервы были, решили пойти дальше. Взял еще один курс, оплатил, также на 3 месяца, и по окончании курса была уже призма 5. Вот. Затем взял еще один курс, и вот по окончанию третьего курса у меня осталась призма 5. То есть вот на данный момент у меня осталась призма 5. По своим ощущениям я, конечно, понимаю, что это небо и земля в сравнении с тем, что было, когда я обратился в клинику, и то, что сейчас. В целом, вот, с результатом я доволен. И считаю то, что это однозначно стоит в сравнении, вот, скажем, с операцией, которую мне предлагали, потому что я считаю, что лезть в глаза просто так, ну, не испробовав консервативные методы, просто нельзя. В целом, я результатом по прошествии, получается, 9 месяцев очень доволен. Хочу сказать спасибо сотрудникам Реноптики за то, что открыли лично для меня такую интересную вещь, как занятие, и главное то, что эти занятия реально помогают. И я помню себя в октябре прошлого года и сейчас, но это разница очень большая. Я в целом результатом доволен. Спасибо. Получила очки от Реноптики. Хочу поделиться, как проходила моя адаптация. Было все не так просто. Когда я их первый раз одела, мне все очень понравилось. Картинка единая, ничего не двоит. Вижу 100%, класс. Проблемы пошли, когда я стала ходить по квартире. Было что-то не то. Какой-то аквариум. Предметы искажены. Дверной проем пройти сложно. Я была в шоке. Я ходила целый день, не понимала, что мне делать. Я понимала, что я сама не справлюсь. Мне нужна просто какая-то поддержка, помощь нужна. На следующий день я решила позвонить в центр. Я объяснила свою ситуацию. И милая девушка, администратор, мне четко и ясно сказала, «А вот вы сидите и смотрите просто телевизор. А потом, потом и все у вас получится. Все будет понемножку». И я сидела, смотрела телевизор, наслаждалась этой картинкой. Телевизор я не смотрела давно, я от него отказалась, потому что мне было очень сложно. Потом я ходила по дому и поняла, что мне надо просто подружиться с этими очками. И я с ними подружилась. Я стала выходить на улицу. По лестнице мне было спускаться сложновато. Но на улице было хорошо, я уже не ловила дорожку. Как раньше, я наслаждалась целой картинкой природы. Я получала удовольствие на улице. И я не хочу сказать, что у меня прямо сейчас уже все 100% хорошо и чудесно, и прекрасно. Адаптация проходит только три недели. Но мир меняется вокруг меня. Мне комфортнее становится жить. Я вижу изменения, которые происходят. И не только вокруг меня, но и внутри меня. Я стала спокойней, я стала уверенней. Все меняется. Мне хотелось бы сказать несколько теплых слой в адрес Натальи Ринской, ее коллектива. Спасибо вам. Вы мне дали возможность видеть двумя глазами. Эту возможность я утеряла давно. Я более 10 лет ходила по докторам. И каждый раз, заходя в кабинет, я спрашивала, что со мной, что это. Ни один доктор не дал мне ответ. И я понимаю, почему они мне не помогли. Они просто не имели знаний. Я теперь это понимаю. Они не могли помочь, потому что не знали, как. Они не знали, что это. Вы не только ответили мне на все мои вопросы, когда я вам задавала. Вы мне просто помогли. Спасибо вам. Я знаю, что ваш ум, ваши знания, а вы классный специалист, могут помочь очень многим людям, которые, может быть, еще и сложнее живут, чем я. Просто они не знают, куда обратиться. Я вам желаю успеха в работе, здоровья. И пусть будет все хорошо. Спасибо вам за все. Процесс адаптации к новым очкам у меня прошел достаточно легко. Надела я их сразу же при получении в пункте выдачи СДЭК. Удивилась тому, как прекрасен наш мир без двоения, когда все-все-все видишь. Но в первые несколько дней был такой момент. Казалось, что расстояние между предметами немножко исказилось. И можно сказать, что процесс полной адаптации к очкам занял 9-10 дней в моем случае. Мироощущение поменялось кардинально. Я вижу теперь все без двоения. Это огромное счастье. То есть симптомов двоения у меня нет вообще. С этой наклейкой. Она на этой линде. О прохождении визуальной терапии я еще думаю, в связи с невозможностью пока часто уезжать из города, решение приму чуть позже. Что могу сказать по поводу клиники? В этой клинике я получила ответы на все свои вопросы. Мне кажется, что никто не знает больше, чем знают специалисты в клинике Натальи Ринской. И всем рекомендую. Хочу еще добавить, что оправы мне пришли из Москвы и Санкт-Петербург очень быстро. Упакованы они были хорошо. И тачки для Дали, и тачки для Близи. Вообще процесс поиска решения моей проблемы занял у меня 12 лет. К сожалению, по прошествии такого большого срока в моем случае уже невозможно полностью восстановить зрение. Нам можно остановить процесс ухудшения. Всем советую посетить этот медицинский центр. Что могу сказать о Наталье Вадимовне? Наталья Вадимовна – это специалист высочайшего уровня. Я посмотрела видео на ее канале. Убедилась еще раз в этом. Всем советую посетить эту клинику. До свидания. Добрый день. Двоение у меня началось в 2011 году, когда мне было 28 лет. То есть это 11 лет назад. Причем двоение началось только сначала при взгляде в стороны. В результате у меня выработалась привычка закрывать один глаз. Вот таким вот образом. То есть при любом взгляде в сторону приходилось закрывать один глаз. Я за счет очень удивилась. Ни у кого знакомых такого не было. И пошла к офтальмологу, в обычную поликлинику. В поликлинике врач сказала, что это очень странно. Вроде у меня все нормально, не должно быть. Что возможно я к себе придираюсь. Что при взгляде в сторону у любого человека может в конечном итоге что-то раздвоиться. Мне сказать на это было нечего. Я ушла. Но тем не менее, никто глаза не закрывает, когда смотрит в сторону. Я тоже раньше не закрывала. В общем, поскольку делать было нечего, я продолжала так жить. И 10 лет у меня было это двоение. Но в 2021 году у меня началось ухудшение. Особенно после тяжелого рабочего дня. Работаю я за компьютером, программистом. У меня начиналось двоение даже при взгляде вперед. То есть, когда шла домой, впереди все рябило, двоилось. Потом у меня уже выработалась привычка закрывать один глаз, когда я смотрю вперед. Например, сидя за компьютером, мне хотелось вот так вот сделать и сидеть. Мой знакомый посоветовал место, где могут мне помочь. Это был еще не центр Натальи Иринской. Но я пришла в другой центр. Там уже знали про такое двоение, связанное с бинокулярными нарушениями. И выписали мне очки с призмами. То есть, для того, чтобы двоение в моем случае ушло, в очках необходимо, чтобы были призмы. Я до этого всю жизнь ходила в линзах. У меня зрение примерно минус два с половиной. И мне достаточно непривычно носить очки. Но тем не менее, в очках двоения не было. Нужно было привыкать к искаженному пространству. Это нормальная ситуация. Но через пару недель я решила сходить на фитнес. И сняла очки, одела опять линзы. И двоение было просто колоссальным. То есть, еще больше, чем даже до ношения очков. Я расстроилась, что я теперь все время привязана к очкам с призмами. И продолжала в них ходить еще месяцев девять. Затем также встретила своего коллегу, который посоветовал мне центр Натальи Иринской. У него там был успешный опыт подбора очков и прохождения визуальной терапии. Я, значит, пришла к Наталье Иринской. И мне подобрали очки. Как я считаю, это были идеальные очки. По принципу центра, что человек должен носить идеальную коррекцию. Если в предыдущем центре мне сделали специально более слабые очки, чтобы не перегружать глаза, то здесь, как сказать, идеология в том, чтобы была полная коррекция. И мне это, в принципе, тоже очень понравилось. Также мне были сделаны вторые очки уже без призм. Поскольку я планировала ходить на визуальную терапию, так как если был хоть какой-то шанс уже избавиться от двоения, чтобы носить линзы. А контактных линз с призмами не существует. Поэтому, чтобы носить линзы, мне нужно было избавиться от двоения. И я рассчитывала избавиться от него с помощью упражнений. Значит, когда мне были готовы мои очки уже без призм, вторая пара, то я заметила, что двоение уже существенно уменьшилось. То есть, поносив 2-3 недели идеальные очки, подобранные с идеальной коррекцией, у меня уже двоение существенно уменьшилось. Но еще не до конца. Я начала ходить на визуальную терапию в августе. То есть, это примерно 9 месяцев назад. И начались мои занятия. Значит, занятия были 2 раза в неделю. И также я должна была делать домашние задания. Домашние задания составляют другие упражнения, чем в классе. В классе с использованием разных устройств. И также нужно было выделить каждый день 45 минут в день, чтобы заниматься. Я никогда ничем не занималась так тщательно и дисциплинированно, как этими упражнениями. То есть, это нужно себя приучать. Выделить себе место. Создать себе настрой. Различные условия. Вот. И если были у меня какие-то пропуски домашних заданий, то это были очень единичные случаи. На самом деле, я их регулярно делала. Результаты были очень плавные. То есть, не было мгновенного эффекта. Сначала я не могла, например, соединить картинки первого уровня сложности. Второе занятие, третье не получалось. Затем, когда первая картинка получается, ты очень радуешься. Это просто приносит большую радость, мотивацию. На втором занятии, например, я могла соединить уже две картинки. А на третьем могла опять не соединить уже даже картинку первого уровня сложности. То есть, эффект, он был волнообразным. Вот. Ну, как мне и специалисты объясняли, и как это выяснилось, это нормально. Конечно, это расстраивало такие подкаты. Я в моем случае также, мне пришлось менять образ жизни, бороться с бессонницей и снять нагрузку на глаза. Например, если я раньше очень много читала в телефоне, то сейчас я стараюсь все слушать на аудио. Но даже после первого... Каждый курс длится три месяца. Значит, проходив первые три месяца, я поняла, что мне недостаточно, что прогресс какой-то есть, но явно можно лучше. Я взяла еще три месяца, то есть второй курс. Вначале, в середине и в конце курса делаются замеры показателей, и можно на цифрах увидеть, есть прогресс, насколько он... Потому что субъективно очень сложно оценить. Сегодня ты чуть лучше делаешь, завтра чуть хуже. Когда я изменила образ жизни, резкого улучшения не возникло. То есть упражнения все равно нужны были. Основной эффект у меня начал, как мне кажется, происходить именно к концу второго курса. Я обнаружила, что уже не закрываю один глаз, когда смотрю вбок или прямо. Ну, прямо уж тем более. Сейчас у меня уже прошло последнее занятие. И дома я теперь должна делать упражнения, которые длятся не 45 минут, а 15. Ну, я постараюсь какое-то время поделать упражнения на 45 минут. Потому что понимаю, что нужно все-таки заниматься глазами, держать руку на пульсе. В общем, что я могу сказать. Я очень рада, потому что до того, как попал в центр Наталья Ринской, в двух даже поликлиниках офтальмологи, никак не могли мне помочь. Просто, ну, как бы пожимали плечами, сомневались в моих показаниях. Вот, в одном центре мне сделали очки, но там не было визуальной терапии. То есть, я была обречена все время ходить в очках. Здесь мне сделали идеальные очки. У меня на руках есть рецепт. То есть, я в любой момент могу сделать еще, если захочу. Также мне здесь подобрали контактные линзы. То есть, теперь я, как и хотела, хожу опять в контактных линзах, и у меня нет двоения. Вот. Ну, и существенный прогресс в моем двоении. Иногда бывают какие-то легкие эпизоды, когда, например, я смотрю под каким-то совсем сложным углом, или, может быть, я пересидела в телефоне. Вот. Но в целом ситуация теперь контролируемая. Вот. Так что, спасибо большое центру Натальи Иринской за ее уникальные знания. Вот. Я очень рада, что попала сюда. Спасибо. Добрый день. В декабре 2021 года мы с сыном обратились к Наталье Вадимовне с проблемой подбора очков и лечением блеопии на левом глазу. На тот момент сыну было 4 года. Нам выписали очки, 5 месяцев мы их носили, и после этого нам назначили занятие визуальной терапией. За полтора курса визуальной терапии мы подняли зрение у сына с 0,6 до 1 и вылечили амблеопию на левом глазу. За что выражаю огромную благодарность Наталье Вадимовне и всем сотрудникам Риноптики. Большое спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Василий. Я ношу коррекцию с 8 лет. Мне сейчас 30 лет. Мне здесь, в оптике Натальи Иринской, первый раз за всю жизнь подобрали коррекцию со стигматизмом. До этого была только сфера и было ходить достаточно некомфортно и в очках, и в контактных пинзах. Также очень благодарен Наталье Иринской и ее команде за просвидетельскую работу. Потому что раньше я часто пытался руководствоваться мифами, такими как, что полная коррекция вредна, что от этого садится зрение. На личном опыте за много лет убедился, что это неправда, что наоборот, когда коррекция неполная, то зрение может еще от этого ухудшиться. И также я был доверенцем такого мифа, что миопия лечится упражнениями, что можно, выполняя определенные упражнения в течение многих лет, чего-то добиться в плане улучшения зрения. И, к сожалению, или к счастью, я понял, что это тоже миф. И убедился уже не только на практике, но и в теории вот с помощью видеороликов, которые выкладываются на канале этой оптики. Спасибо большое. Меня зовут Настя, у меня 14. Сюда я попала совершенно случайно после почти 6 лет мучений и сдвоения. Меня наблюдали до этого 4 специалиста. Первый сказал, что я вру. Второй пытался разобраться, не разобрался, отправил к третьему. Третий отправил к четвертому. Четвертый сказал, давайте понаблюдаем. После этого четвертого специалиста наш знакомый посоветовал обратиться в этот центр коррекции зрения. Мы обратились, мне подобрали две коррекции с призмой и на постоянное ношение. Потом через месяц занятия от призмы отказались. А при занимавшись 4,5 месяца меня отпускают домой с нормальным зрением и дозвоением. Привет. Неделю назад я получил свои новые очки в реноптике. Поделюсь впечатлениями. Линзы у меня фирмы Цейко. Линзы Freeform с цилиндрами. Изготавливались в течение месяца. Производство Филиппины. По качеству линзы отличные. Минимальные искажения. Широкий угол обзора. Есть хроматические аберрации по краям линзы. Спустя неделю я никак не обращаю на них внимания. Никак это не отмекает. Так что все хорошо. Насчет адаптации. Первые два дня было головокружение при движении. Также сложно спускаться было по лестнице. К концу недели мои навыки улучшились. В общем, дискомфорта не ощущаю. Все отлично. Очками доволен. Хочу поблагодарить сотрудников центра Натальи Ринской за профессионализм и индивидуальный подход. Всего вам доброго. Успехов. Это Адам. Привет, Адам. Привет. Ему 9 лет. В 2,5 года мы обнаружили, что у него косит левый глаз. С этого момента и начались наши попытки восстановить его зрение. Длились эти попытки на протяжении 6,5 лет. До того момента, как мы обратились в клинику Натальи Ринской. И за 5 месяцев та проблема, которую мы решали на протяжении 6 лет, была решена. Снимает, Людмила. Надевайте. Хорошо. Это призматические линзы, которые были назначены другим специалистам, которые не дали никакого результата. Снимай. Это призматические линзы, которые были назначены в клинике Натальи Ринской. И через 2 месяца Адам стал носить самые обыкновенные очки. Теперь этот парень выглядит вот так. У него нет проблем при общении со сверстниками. Он видит мир так, как обычные люди. Бинокулярное зрение работает нормальным образом. Как у обычного человека. Есть стереоскопическое зрение. Чему мы очень рады и безмерно благодарны за то, что наши мечты и мечты Адама в первую очередь сбылись. У нее с детства была проблема. Я замечала, что у нее глазик уезжает. Похоже на косоглазие. Мы вот несколько клиник посетили. Были в разных местах у разных врачей. Нам совершенно разные диагнозы говорили. И мне вот старшая сестра порекомендовала. У нее подруга с сыном посещала данную клинику. Им все хорошо сделали. Решили проблему. Мы вот тоже решили обратиться. Обратились. Нам назначили курс лечения. Мы год отходили на этот курс. Все у нас замечательно. Сегодня последнее занятие. Мы очень рады этому. Все вроде хорошо сейчас проходит. Я даже обращаю внимание, что проблема исчезла. У нас помимо этой проблемы еще другие обнаружились. Все сейчас подчинилось. Мы очень рады. Спасибо большое. Мы обратились в Центр коррекции зрения Натальи Ринской примерно 9 месяцев назад. У Эмилии было косоглазие. Левый глаз очень сильно убегал. Мы прошли три курса глазной терапии визуальной. И просто поражены были результатом. Теперь у Эмилии через три курса полностью пришло в норму. И зрение, и в том числе бинокулярное зрение. Нам не нужна теперь никакая операция. Поэтому очень рекомендуем при проблемах с косоглазием, там иных проблем с глазами обращаться в Центр коррекции зрения Натальи Ринской. Очень рекомендую. Спасибо. Хочу выразить огромную благодарность клинике Ринской. Потому что 10 лет нигде мне не могли подобрать очки. Я так мучился и думал, что невероятно. То есть не существует таких практик. Но вот посоветовали, приехал. И просто на удивление решили мою проблему. Я уже не надеялся о решении ее. И теперь я вижу и вдаль прекрасно. Нет никакого двоения. Хотя мучился. Ну, проблема была в том, что двоение. Смотрел одним глазом телевизор, одним глазом ездил за рулем. Просто большие опыты. А так все на ощупь. И, в общем, сделали мне очки. Я настолько доволен. Просто всем рекомендую. Это единственный выход, я считаю, приехать и сделать. Все это абсолютно быстро. Ну, как бы, относительно быстро. Но по сравнению с тем, что так долго мучился быстро. Решение вопроса есть. Нужно всем этим заниматься. Кто страдает такой проблемой, есть такие люди, я знаю. Я очень благодарен сотрудникам всем. И самой Наталье Ринской. Профессионал, она высшего уровня, я считаю. Потому что она решает такие проблемы. Не все это могут делать. Спасибо большое. Очень приятно. Да, мы вот сделали линзы, бифокалы специально, чтобы, да, есть вот... Его практически не видно, этого окошка. Чтобы было... Вдаль было удобно смотреть, так как пациент машину воет. И окно для близней. Там и там призма у нас. Нам немцы изготовили. Всего доброго. Да, все, спасибо большое. Я сегодня окончу визуальную терапию. И это очень рад. У меня глаза стали очень хорошими. Молодец. Да, мы в самом начале обратились со скрытым косоглазием. И, в общем, были обнаружены какие-то некоторые нарушения. И было предложено пройти курс визуальной терапии. То есть это некая гимнастика. В общем, мы делали специальные упражнения. Смотрели на шнурок. Смотрели на разные картинки. И все это длилось три месяца. И, в общем, мне кажется, что это очень хороший спорт для... Как бы гимнастика для глаз. И, как говорит ребенок, ему стало значительно лучше. Спасибо вам большое. Спасибо.